Сегодня на Ставрополье прибыли необычные гости мумий фараонов, жрецов и стражников. Но пугаться не стоит, это всего лишь музейные экспонаты. Выставка под названием «Египетские мумии» у истоков времен открылась в Краевом музее-заповеднике. Ее первым посетителем стала Анастасия Зубрицкая. Ей слово. Кадры из известного фильма будто оживают в Ставропольском музее-заповеднике. Декорации здесь, конечно, отличаются от голливудских, но вот главные персонажи очень похожи. Вот здесь представлена копия саркофага фараона Сети Первого. Рядом с ним установили канопы в такие. Раньше помещали внутренние органы умершего. Не трогали только один — сердце. Напротив можно наблюдать, как деревянные фигуры обматывают бинтами. К этому процессу в Древнем Египте приступали примерно через два месяца после смерти. При этом действовали строгие правила. Сначала перевязывали пальцы, затем руки, ноги и тело. В завершение обматывали голову. Кто это такой? Это Анулис. А откуда он? Куда ты его знаешь? Из мультика «Фараон». К этому экспонату пятилетний Ярослав поспешил в первую очередь мумия. Совсем как настоящая. Не то, что в его любимом мультфильме. Но мальчик совсем не боится. Ты не испугался? Нет. Почему? Потому что это не страшно. Не страшно, потому что все экспонаты к настоящим людям прямого отношения не имеют, объясняют организаторы выставки. Это качественные реплики, то есть копии тех мумий, что находятся в музеях по всему миру. Над их созданием специалисты работали больше двух лет. Под этот проект специально создавался раствор, который при многократном нанесении давал эффект мумифицированной кожи. Каждая мумия изготавливалась от 4 до 6 месяцев в зависимости от степени сложности и степени, скажем так, оголенности ее тела. Потому что нужно было воссоздать всю анатомию людей тех лет. В Ставрополе Санкт-Петербурга привезли около сотни экспонатов. Мумий, фараонов, жрецов, стражников, а еще маски, украшения и одежду. Теперь посетители музея могут окунуться и в культуру, и в самую древнюю историю Египта. Таких находок было найдено бесчисленное множество, потому что за многие тысячи лет истории было накоплено большое количество таких мумий. Их вывозили из страны в свое время тысячами. Ну и, собственно говоря, есть такой один немного неприятный факт. Из этой всей истории британцы топили ими паровозы. Потому что их было очень много. И если находка была, допустим, человека не очень значимого, ни жреца, ни фараона, ни какого-то богатого человека, их просто-напросто, это был прекрасный стопочный материал. Любителей египетской темы в Краевом центре оказалось немало. Зал наполнился в первые же минуты после открытия. Во-первых, сами мумии, да, их я вблизи никогда вот так вот не видела, пусть это, скажем, копии, но все равно. Потом интересно рассказываю, потому что все равно читаешь. Не каждый день интересно. Ну и все остальное, вообще-то, мне понравилось. Погрузиться в мир Древнего Египта ставропольцы смогут еще больше полутора месяцев. Выставка в Краевом музее-заповеднике продлится до 23 апреля. Анастасия Зубрицкая, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение.